С Новым Годом! Передавайте своим близким привет! Китайское поздравление от экстрасенса Нино Дульской. По восточному календарю символ 2014-го лошадь. Трудиться будем как кони, говорит ясновидящая. К бездельникам лошадь повернется хвостом, к трудолюбивым мордой. Таких масштабных ЧП, как наводнение, у нас не будет. Но область немного потрясет. В этом году на всем земном шаре будут землетрясения. Особое это будет и в странах Латинской Америки, на Кавказе, естественно, где горы. Ну и тряханет, конечно, немного и Амурскую область. В Год лошади хорошо создавать семьи и рожать детей. Малыши будут умными и талантливыми. Уровень жизни и благосостояние амурчан повысится. Чтобы привлечь удачу, любовь или здоровье, экстрасенс советует совершить обряд с чистой водой и умыть ей лицо. В руках у меня вот такой маленький бокальчик. Это чистая вода. Лошадь любит чистую воду. Возьмите подкову, только подкова, вот так должна быть, внизу подковочку. И положите подковочку в воду. И три раза выпейте из бокала. Не обязательно с такого большого. Вода в 2014-м снова заявит о себе, но уже не так масштабно. Будут подтопления, говорит другой экстрасенский романт Михаил Мамеев. Он предсказывает судьбу по линиям руки. А вообще из нехорошего разве что пожары, рассказывает Михаил. Еще следующий год будет травмоопасным. В первую очередь стоит обращать внимание на сосуды, причем в основном на ноги, поскольку, ну, во-первых, город, год лошадиный, да, то есть, скажем так, основная травма, да. Во-вторых, и в принципе, то есть, 14-й год, он сам по себе намечается таким, что, ну, много травм по конечностям. Трампунт отдыхать не будет. Возможно, в 14-м у нас сменится областная власть, но эта лошадь еще надвое предсказала. А так при Амуре ждет спокойный год. К лету отток населения поубавится, упадет уровень безработицы. Лошадь, говорит предсказатель, многих заставит пахать и ездить, утверждает Тамара Гарипова, у которой 10-я ступень ясновидения. Удачу и успех людям будут приносить разного рода поездки, на что я хочу обратить внимание. То есть, если вам предлагают, езжайте в командировку. Ура, спасибо, с радостью. На самом деле, Новый год уже наступил по старославянскому календарю. Символ 2014-го по нему жар птица или птица Феникс. Область будет возрождаться. Если сложить цифры следующего года, то получится семерка. По картам Таро это движение, а цифра 14 символизирует умеренность. Поэтому надо учиться терпению. А чтобы дождаться удачи, можно в Новый год посеять вокруг дома пшеницу. Любимое лакомство лошади. Со словами «сею, вею, посеваю, счастье в дом я приглашаю». Вот, вокруг дома посеять, ну и не важно, если это дом частный или многоэтажный дом. То есть, не бойтесь, что ваше счастье уйдет к соседям. Ответили экстрасенсы на один из главных политических вопросов. Кто станет мэром Благовещенска в следующем году? Мнения разделились. Ну, я думаю, останется прежней. Внешне, ну это будет мужчина. Прекрасный, все мужчины прекрасные. Лысый, волосистый, какой они есть. Лысоватый, с чистым лицом, такого, ну, не сильно большого телосложения, такой компактный человек. Возможно, спортсмен или силовик, потому что человек, ну, скажем так, вызывающий отторопь небольшую. Сбудутся или нет пророчества, узнаем уже скоро. Лошадь покажет, кто и в каких моментах оказался прав. Светлана Рожкова, Александр Рассказов, Альфа Новости.